Здорово! Смотрите, всех, кто еще не увидел, мне, правда, уже накидали с самого утра. Ричард Зи Реверпшоп. Короче, это официальный магазин Рихарда Круспи. Смотрите, что здесь продается. Все его кемперы. Стэриум, стэриум, стэриум. Короче, которые по стадионам играли. Это... Ну, на чем Рамштайн звук делал. По стадионному туру подписано. Было использовано для стадионного тура. Ну, то есть видно, что у него их было очень много. Это прям раковые. Раз, два, три, четыре, пять. Тостеры, как их называют. Ну, типа головы. Раз, два, три, четыре. Меса. Там же ж Меса. Я знаю, у него Ректифайры всегда были. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Восемь Меса Трипл Ректифайр. Но самое главное гитары. РЗК или Ричард Зи Круспи один. Эти гитары, они редкостные. ESP именно. То есть там E2 есть. А эти вообще не появляются. То есть есть даже два. Ну, РЗК-2 там они по восемь тысяч. Что-то такое продаются. На Ревербе, на eBay. А вот этих нет вообще. Они редкие считаются. Даже, ну, время от времени я видел, появлялись его. Вот черная такая с чистым пластиком. Черно-белая. Ну, там, я не знаю, пластик, наверное. А, серебряный. Там такой серебряный. Здесь он просто чистый. Здесь он есть, но чистый пластик. И гад. Я только с самолета, только с Детройта приехал. Поэтому я еще не разговаривался. Вот. 2 номер 0. То есть это его номер 2 на Адовитара. Или хрен его знает там на каких. Потому что они все одинаковые. Ну, выглядят одинаково. Там же сфотографированы. Но я смотрел разные серийные номера. Было их 5. Было 5 гитар. 4 SS. То есть стендард серия. Которые тоже их не найдешь. Хотя, я думал, у него нету стандартных. Я думал, у него там все. Ну, хотя бы Kiza. И одна была Takada. Takada это вот тот супер кастом шапку называют. A-list custom shop. То есть самый-самый-самый топовый. Самый кастомовый custom shop. Там все делается чисто вручную. Там и так далее, и так далее. На стандартные серии. На вот эти. SS серийные номера. Если вы на них посмотрите. На форумах там или как-то так. То там тоже будут решить. Там дерево не японское. Они его там со своей китайской фабрики присылают. Ну, то есть LTE-дешный там или еще какой-то. И... Или даже Edwards. И потом это штампуют, короче, на E2. И даже на стандартные ESP. Ну, я не знаю, насколько это правильно или нет. У Крузпи их 4 штуки только на продаже было. Но Takada это вот именно делали для него. То есть у него их немного. Takada они как бы делают вот личную гитару для музыканта. И все. А это он уже сам там, может, у них купил со скидкой. Ну, не купил. А просто говорит, дайте мне. Вы там продаете на сайте подписные. Мне запасные надо. А Takada делалось именно для него. То есть... Это как и гитары для Kirka, там и для James'а. И было много ESP, которые продавались личные гитары. Джеффа Хеннемана. Они вообще, ну, не такие, как все остальные ESP. Даже Kizu. Там и Rafika другая, там и Inlay другую. И они все были T. Серийный номер. Но! T продалась. Тут, кстати, мочки. Тут, кстати, за 8000 можно даже микрофон купить. Это, наверное, микрофон своего последнего проекта. Хотя хрен узнает. Ну, он Рамштайн, наверное, там подпевает что-то. То есть, может, и с Рамштайна. Но вот это его Immigrate. Где он поет. Именно он вокалист, там и главный затейник. Так. Кто помнит? Нет. Я как-то это делал. Я знаю, как делать на телефоне. Как делать прошедшие. All filters. Ну, то есть, те, что были уже проданы. И тут. Сейчас мы с вами отфильтеры и мы посмотрим на токаду. Хочу. Ну, просто потому что эти все они тоже нормальные. Ладно. Не найду я сейчас где-то. Ну, вроде сделала. Это какой-то. Схуд. Нет. Ладно. То есть, сейчас подзависну тут нафиг. Над этой токадой. Короче, была еще такая. И все по одной цене. Ну, 8000 евро. Я так понимаю, у меня-то ревер переводит. Потому что когда цена у меня вот такая. 82 копейки. Это значит, что... Да что ж ты будешь делать? Мышь не работает теперь. Потому что мне высылали тут. И я теперь вот думаю. Не думаю над тем, нужно ли брать гитару или не нужно брать гитару. Я бы всем, конечно, советовал брать гитару. Потому что это исторический инструмент. Которые были использованы вживую и на студию. С Рамштайном и иммигрейд. То есть, идут с сертификатом подписанным. Это как вот у те гитары, которые сзади висят. Только для некоторых, наверное, будет даже круче. Чем некоторые, может даже и все гитары, которые у меня подписаны. Не подписаны, а личные гитары музыкантов. Я вот что думаю. Вот эти гитары он продает по 8000 евро. Все свои собственные гитары. Тут два вопроса. С Рамштайном он решил. Или он Рамштайн бросает. Как все избавляются от инструментов группы. Или он ESP бросает. Избавляется от всех инструментов группы. Что, я думаю, может быть даже как-то близко к истине. Потому что он начинает свой emigrate и так далее. Я не знаю, много ему денег получается ESP или нет с его продаж. Потому что, ну, его ESP они редкие. Их вообще не видно. Чтобы их продавали. А с сайта покупают или нет. Тоже не видел. Потому что они время от времени бы появлялись на буш там. Так а вот, может он решил пойти с каким-то, ну там, знакомым мастером. То есть сделать какую-то свою собственную гитару. Он же Шурал. То на Кирка Хаме, то на Киэйдж 2 подписных. То там фендеры и так далее. Пока ESP его не взяла к себе. Ну и понятно, я еще вот думаю. Это если он их все сейчас продает. Кстати, черную я еще видел. Да, в шестнадцатом году он делал такую распродажу. А здесь вот, да, ну, количество Camper'ов и Triple Break-to-Fire'ов тоже может не показывать на то, что он от ESP будет уходить. А вот то, что он заканчивает. Ну это же звук Рамштайна, то есть заканчивается Рамштайном. Я не знаю. Хотя это звук Рамштайна. Вот там на компьютере я переслал. Он будет тот же самый звук. Ну, хотя тут, помимо, даже кабель надо. Надо кабель, на котором Рихард Круспи играл. Так вот, если он продает все эти гитары, когда появится его RZK-2, или он все свои RZK-1 сначала продаст, да, посмотрит как пошло, потом будет RZK-2, но это если он так начнет, то вот эти гитары покупать по десять тысяч, они начнут дешеветь, потому что, ну, сколько у него эти гитары, если у них только первая модель, вон, шесть штук было. Ну такое. Хотел вам просто показать. А вы напишите, стоит такую гитару в коллекцию или нет. Гитару в коллекцию или нет. Субтитры сделал DimaTorzok